Друзья, но перед просмотром данного видео, я бы хотел порекомендовать мой канал под названием Добрый Водитель. Этот канал, водитель-дальнобойщик, который, как и мы, когда-то раньше играл в Евротрак Симулятор 2, а теперь путешествует за рулем своего огромного красного мана. Друзья, ссылочку я оставлю в описании, переходите, подписывайтесь, давайте поддержим парня. Снова здравствуйте, дорогие зрители и подписчики моего канала, с вами по-прежнему я Алексей. Сегодня, вашему вниманию, я бы хотел представить новое видео из рубрики обзора модов, и сегодня мы с вами посмотрим на пак трейлеров Шмидтс для игры Евротрак Симулятор 2. Нечто подобное я уже обозревал, но это было в привате, а сейчас, ну это не тот же самый мод, это совершенно другой. Этот, собственно говоря, трейлер появился в публичном доступе. Он у нас выделен в отдельный трак, ой господи, трейлер-дилер, называется он вот так, это у нас автор этого мода. Решил вот он себя вот так выделить, не писать, что это Шмидтс. В общем-то, что мы имеем? У нас имеется фургон, у нас имеется рефрижератор, имеется еще один рефрижератор. Отличаются они тем, что один из рефрижераторов имеет двери сбоку. Так, в принципе, все. Все они взаимозаменяемые, поэтому, в принципе, мы можем начать наш сегодняшний обзор именно с фургона. Разницы нет у нас абсолютно никакой. Итак, что, собственно, здесь у нас, говоря, меняется? У нас тип сцепки одиночный, по кузовам это, естественно, фургон с дверями сбоку, как вы видите, да, но вот нет фургона обычного, как бы классического. Имеется рефрижератор, и имеется рефрижератор с дверями сбоку. Давайте мы его, наверное, и оставим. По шасси это классика, три оси, передняя подъемная. Дальше, по покрасочке, можно его оставить в белом классическом цвете, можно покрасить в какой-то свой, какой вам заблагорассудится, либо выбрать одну из компаний, под которые вы бы, допустим, хотели работать. Здесь скинов очень-очень много, друзья, поэтому пролистываю их крайне быстро, но буду показывать все, на каком-то заостряться не будем, чтобы рассматривать их, смотреть на них и так далее. Ну, давайте выберем вот этот, допустим, вылепится, смотрится очень прикольно. По тюнингу, что мы здесь имеем, друзья, что у нас здесь есть? У нас имеется передняя стеночка, может быть, у нас либо карьер, либо термокинг, то здесь вы, опять же, смотрите, что захотите. Кстати, если у вас будет, допустим, кузовочек обычный, то здесь, опять же, вы сможете сделать вентиляционное отверстие, то есть, либо оно у вас будет закрытым, либо открытым. То есть, вот как бы на каждом, вроде бы, фургончике, вроде бы одинаковые, но, тем не менее, есть у него различного рода вот такие вкусняшки. Давайте оставим, почему бы нет. А дальше, по низу, у нас могут быть обычные упрощенные юбки, палетный ящик вот такой вот у нас, ну, точнее, не палетный ящик, а обычные полноразмерные юбки и палетный ящик. Вот такой вот синий, классный, крутой. И, соответственно, с этой стороны мы его тоже поставим. Здесь, чуть выше у нас меняются габаритные огни, можно выбрать такие, либо вот такой, даже пресет, чтобы у нас по кругу понаставить все, что мы с вами захотим. Это реально очень прикольно, очень здорово, когда на трейлерах вот ты по кругу, да, можешь сам понаставить все, что захочешь. Это реально очень-очень здорово. Плюс ко всему, они могут быть как вот такими, так и вот такой вот у нас вариант может дублироваться. Здесь у нас светоотражающая полосочка, либо красная, либо, соответственно, белая, либо желтая. Ну, так как у нас сам трейлер белый, поэтому выбираем белую. Далее, по колесным дискам. Они у нас 22,5 дюйма, могут быть как обычными, так и хромированными. То есть, в принципе, тут, опять же, что-то типа кастома у нас даже присутствует на этом трейлере. Это очень-очень здорово. Плюс ко всему, здесь у нас свои есть резина 385 на 65 от Goodyear, либо от Hankook. То есть, вы тут же, опять же, можете сами смотреть, какой рисунок вам больше нравится, какие параметры вам больше нравятся, и выбрать свою резину. По дискам тюнинга у них никакого нет. Здесь, сзади, давайте мы все сначала уберем. Можем поставить обычный пластиковый ящик. Вот так вот он будет выглядеть. Еще один стоковый пластиковый ящик. Ящик, опять же, с цистерна, с водой. Полноразмерная боковая юбка. Ну, и то, что, в принципе, мы с вами видим на обычном трейлере. Здесь, сверху, мы можем поменять образговички. Они могут быть либо покрашенными, либо стоковыми. Но отличаются они слабо, да, как правило. Поэтому, ну, оставляем такой, как есть. В этом месте мы можем вот такую обрешетку сюда положить. Она будет пустая. Либо мы можем выбрать точно такой же вариант. Но у нас уже здесь будет две запаски. Однако, если мы их ставим, мы можем поставить вот такой вот сюда ящичек. Уже большие ящики мы с вами сюда не затолкаем. Но можем это все закрыть юбками. То есть, в принципе, как бы, да, какой-то элемент кастома у нас даже здесь имеется. Это очень здорово. Ну, давайте здесь оставим ящик. И с этой стороны, соответственно, чтобы у нас тоже был ящик. Очень интересный, на самом деле. Сзади, на воротах, опять же, несколько вариантов. У нас идет светоотражающая полоса. Она может быть красная полностью по периметру. Либо чисто горизонталка сверху, снизу. И, соответственно, то же самое у нас может быть с желтой. Почему-то белой здесь нет. Ну, блин, наверное, не принято так это, да? Наверное, надо, чтобы была именно желтая. Поэтому и оставляем ее здесь. Вентиляционное отверстие. Дальше по бамперам. Давайте смотреть. Здесь тоже можно понавесить лампочек всяческих и так далее. То есть, в этом плане здесь с этим трейлером все очень круто. Есть у нас обычный вариант заднего бампера чисто со слотами. Но здесь нет никаких не дефолтных фонариков. То есть, либо где-то еще должен быть какой-то мод. Но я его не нашел, хотя скачал я его в воркшопе. Но больше здесь, как видите, у нас ничего не присутствует. Можно также этот оставить с кастомным номером. Дальше идет стоковый вариант. Еще один стоковый вариант, опять же, с кастомным номером. Ну и, соответственно, сток дабл и сток с, соответственно, своим номером. Ну, не знаю, ребята, не знаю. Давайте оставим такой. Ну и плюс ко всему, здесь у нас также можно поменять метелочку. Ну, в общем-то, вот, в принципе, и все, друзья. Наверное, больше здесь у нас пока что показывать нечего. Поэтому давайте мы сейчас переместимся в игру. И посмотрим, что этот трейлер может в игре. Погнали! Итак, друзья, ну что, вторая часть обзора, типа тест-драйва. Сразу хочу сказать, что этот трейлер перевозит абсолютно то же самое, что и перевозит любой другой дефолтный рефрижератор. Абсолютно те же самые грузы. Итак, немножечко со сканией своей расцепился. Отъехал вперед. У нас, как видите, трейлер встал на лапы. Ось у нас сейчас опущена. То есть, в этом плане все здорово. По подвесочке давайте посмотрим, что у нас там вообще как реализовано, не реализовано. Ну, оськи есть, подушечки есть, амортизаторы. То есть, слушайте, ну все прям очень-очень здорово. Весь тюнинг, который мы повесили, сохранился. Лампочки пока у нас не работают. Ну, раз уж мы с вами оказались сзади, давайте подставим камеру. Заведем нашу замечательную сканию. И, собственно говоря, мы с вами поедем назад и зацепимся. Отлично. Цепляем трейлер. Можно, в принципе, я думал, машинку нашу заглушить. Включаем аварийку. Это у нас получается ручничок. Вот так вот у нас запускаются, точнее, появляются стопы. Как вы видите, они у нас вот моргают. Слушайте, задний ход включается вот так. То есть, в принципе, все реально по классике. Также у нас работает подсветочка номера. То есть, в этом плане все реально очень здорово, очень круто. Ребят, что дальше еще здесь показывать? Если честно, я не знаю. Оська поднимается. То есть, в этом плане все работает. Все лампочки, все освещение горит. То есть, если бы мы по кругу сейчас тоже налепили сюда лампочек, это все абсолютно спокойным образом бы все работало. И никаких проблем бы не вызывало. Все, друзья, на этом все. Ссылочку на скачивание данного мода я оставлю, как обычно, в описании. Ну, а с вас по традиции лайк, подписка, интересный комментарий. На этом все. С вами был Алексей. Желаю всем хорошего настроения. Всем огромной удачи. Пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok